За полномасштабное вторжение в Украину, США, Великобритания и страны ЕС ввели санкции против России. В частности, против российской гражданской авиации. Для неё закрыли небо. Чёрные списки включили крупнейшие российские авиакомпании и их руководители. Ещё в марте прошлого года производители Боинг и Airbus прекратили техобслуживание самолётов и поддержку российских авиалиний. Остановили и поставку запчастей. Мы понимаем, что по состоянию на конец февраля в российских авиакомпаниях использовали около 700 единиц западных самолётов. В общей сложности почти тысяча самолётов. То есть речь идёт о двух третьих всего авиационного парка, который есть в России. Это самолёты западного производства. Преимущественно это Боинг и Airbus. Российские авиакомпании были вынуждены разбирать некоторые самолёты на запчасти, чтобы обслуживать подвижную часть парка. Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» лишился каждого четвёртого самолёта. По информации телеграм-канала «База», после начала войны в Украине около полусотни самолётов компаний находятся в простое. Ещё 18 бортов находятся на техобслуживании и ждут ремонта. Правда, ждать они могут долго. У «Аэрофлота» не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Есть проблема и с тормозными устройствами. На складе авиакомпании всего по несколько подобных деталей для разных типов самолётов. Ещё 25 самолётов, находящихся в простое, разбирают, чтобы оснастить исправными деталями другие борта. Из сообщений телеграм-канала «База». Критическая ситуация может наступить не раньше, приблизительно к концу или середине 2025 года. То есть ресурсов для условного каннибализма будет недостаточно. А вместе с тем, условия, при которых они используют так называемый двойной или серый импорт для возокомплектующих из третьих стран, они всё же имеют определённые ограничения. С начала 2023 года авиационные аварии в России продолжились. Таких зафиксировано уже семь. Так, 9 января в Ненецком автономном округе в результате оледенения потерпел крушение пассажирский Ан-2. На борту находилось 12 человек. Двое из них погибли, четверо травмированы. Ещё в сентябре прошлого года входящая в структуру ООН, Международная организация гражданской авиации поставила России красный флажок. Он указывает на серьёзные проблемы в области безопасности полётов. Он характеризует количество авиакатастроф, количество случившихся в стране отказов. И это говорит, что фактически с момента введения санкций до конца 2022 года Россия скатилась до уровня остальных стран мира. И если говорить о количестве авиаинцидентов, то регулярно мы видим, что происходят ситуации, когда самолёты возвращаются в аэропорт и вылета из-за отказа отдельных систем. Случались в течение года и падения самолётов даже российского производства, то есть тех, которые меньше зависят от западной техники. Россия стала второй страной в мире после Бутана, вызвавшей у Международной организации гражданской авиации существенные опасения по безопасности. За последний год в России произошло более 130 аварийных происшествий с участием гражданской и военной авиации.